Живой пример того, что доктор со скамьи подсудимых попал вот прям буквально. Это ужасно. Вот это школа, вот это концепция. Это подход. Людоедская операция, ох, людоедская. Дорогие друзья, так получилось, что я пришел к ребятам в гости на их крутейший дентал-подкаст. Но по традиции, как вы наверняка видели в предыдущих выпусках, всегда начинал Рома. Ромы с нами нет. С ним все в порядке, все хорошо, рабочие обстоятельства. И Артур попросил начать меня. Поэтому я передам ему слово, и мы продолжим. Друзья, всем привет. С вами дентал-подкаст. Дмитрий Юдин у нас сегодня в гостях. И, знаете, мы обсуждали уже очень много разных тем. Касались буквально всего, наверное, про дентологию, имплантологию, пластики костные, что-то даже частично ортопедию. Но мы никогда не касались именно височно-ничественного сустава. Поэтому я думаю, что ты нам сегодня про это поведаешь, расскажешь. И какие могут быть связи вообще, взаимосвязи сустава с организмом человека. Поэтому, Дим, тебя приветствую. Спасибо, что нашел время, что пришел. И, надеюсь, все пройдет удачно. Так что, ребят, давайте, накидайте там лайки, комментарии, поддержите нас. Ну что, начинаем? Вообще, как ты пришел к стоматологии? К чельцевой хирургии, наверное, больше так будет правильно сказать. Дима у нас чельцевый хирург, кандидат медицинских наук. Еще нет пока. Еще нет пока? В пути. В пути. Ну, осталось совсем немножко, наверное. Лебединая песня моя, которая длится уже 10 лет. Как неслить бюджет на рекламу и заполнить записи к докторам на месяц вперед? Размещая свою клинику на 32 ТОП, вы можете платить фиксированно только за заявки от 260 рублей. 32 ТОП входит в список крупнейших агрегаторов стоматологии России. С 2008 года помогает клиникам привлекать пациентов. Ежемесячно более 500 тысяч пользователей подбирают врача или стоматологию на данном портале. Оставляйте заявки по ссылке в описании. С вами свяжется менеджер и все подробно расскажет. Скажи, пожалуйста, где ты учился? Откуда ты начал вообще? В медицине я пришел, наверное, благодаря моим родителям, которые тоже оба врачи. Мы еще, по-моему, прапрадед был зимским врачом, венерологом. Если помните записки юного врача, там один из героев тоже был. Не дерматовенерологом, а венерологом. Тогда эту специальность выделяли. Как я иногда люблю шутить. Мой прадед еще был зимским доктором. Принимал роды за корзину репы. И, конечно, выбор будущей профессии для меня, в общем-то, был очевиден. Потому что, когда у тебя родители-врачи, это немножко облегчает, как мне кажется, твой путь в медицине. Потому что это настолько своеобразная среда, не похожая на то, чем занимаются другие люди. То есть, в целом, если мы возьмем инженеров, банкиров, юристов, они все работают с бумагами в офисе. То есть, подавляющее большинство специалистов, так называемые белые или голубые воротнички, как это правильно сказать, они делают примерно то же самое с виду. Как и ученые. А врачи занимаются чем-то таким очень отличным от общей массы специалистов. Как летчики, например, или архитекторы. С одной стороны, я исходил из того, что надо воспользоваться тем, что тебе наработали предыдущие поколения. Знаешь, вот как все восторгаются Бахом. Но люди должны помнить, что он был музыкантом в десятом поколении. Видимо, селекция сработала таким образом, что он такой крутой специалист в своей области был, так тонко чувствовал музыку и играл на музыкальных инструментах. На генном уровне, передаваясь. Да, да, да. Поэтому это я впитал буквально из семьи. Даже взять семейные тусовки. Понимаешь, когда у тебя все равно на кухне собираются друзья твоих родителей, разговоры о медицине. Какие-то видеокассеты ты находишь с видеофильмами. Раньше на ВХС, я помню, нашел у отца. Видео, как работать с какими-то материалами, пломбировочными. Когда у тебя на балконе лежит лампа до светодиона. Да, да, да. Это было очевидно, конечно. Все прямо с детства. Да, да. Поэтому мне это, в принципе, и нравилось. Хотя, конечно, родители отговаривали меня. Потому что, ну, конечно, ты же понимаешь, сколько изнутри ты видишь в нашей профессии минусов в первую очередь. Романтика, как ни странно, быстро. На первом году работы она испаряется. Я вообще из города Хабаровск, Зальнего Востока. Мои родители заканчивали институт там. И потом мы переехали в Москву. Я уже заканчивал школу и поступил в МГМСУ. Наш третий мед. Да. Любимый. Ну, вот почему-то многие, хотя я не отношусь к этим людям, считают, что это мувитон называть его третий мед. Почему? А я не знаю. Это как раз вот узнал я это, когда его закончил. И пошел в интернатуру, в ординатуру, в МАНИКИ. Московский областной научительский клинический институт имени Михаила Федоровича Владимировского. Вот это была школа. Я считаю, что врачом по-настоящему я стал именно там. И наш тогда заведующий Владимир Павлович Лапшин, который тоже заканчивал его, когда слышал слово третий мед, его это триггерило. Он прям по-злому. Не третий мед, а тогда ММС. Да. Симашка. Ну, я Владимира Павловича. Счастье в таком его. Да, я Владимира Павловича тогда прям его слова запомнил, что вот так и никак иначе. И действительно, я считаю, что как врач я состоялся полностью там, не в МГМСУ. При всем уважении там есть очень много крутых до сих пор, я считаю, для себя учителей. Воложин Григорий Александрович, Татьяна Петровна, Тимофеева-Кольцова, профессор Малый, Топольницкий-Разинович. Я считаю, это лучшие специалисты, которым я премного благодарен. Но именно клиницист, как врач, я состоялся именно в МНИКИ. Когда еще был Сан Саныч Никитин живой, я застал его еще оперирующим. Традиционно каждую среду операционная была в его владениях. Он делал свои костные пластики. Именно там я увлекся реконструктивной хирургией, суставом. И надо сказать, что при Никитине МНИКИ, именно отделении, да и вообще институты, это было что-то уникальное. Там было все. То есть и детство, и взрослые, при том во всех специальностях, и онкопатология, и травма, и гной, реконструктивная хирургия. Все было там. То есть это было, это есть учреждение последней инстанции Московской области, где я, конечно, впитал в себя все буквально. Я ходил по другим отделениям. Особенно на меня произвело впечатление отделения Казанчана Перчак Аганесовича, тоже один из моих учителей. Я постоянно его вспоминаю и, в общем-то, формирую свое какое-то мышление клиническое и философию даже каких-то своих подходов в реабилитации, казалось бы, из сосудистой хирургии Казанчана. У нас все принято называть школами и концепциями. А вообще что это такое? Вот я считаю, у Казанчана великого, ну, к сожалению, опять же, не покойного, была своя сосудистая школа. Ну, если будет интересно, я затрону эту тему. То, что мы называем школами и концепциями, это что-то, ну, скорее методики. Ну, это что-то из современного просто, наверное. Хотя понятие школа в лечфаке играет, ну, это не пустое слово. Ты стоматологический факультет закончил? Да, стоматологический закончил. И на ЧАЛХ поступил ординатуру или с Хирстом? Ты знаешь, я на третьем курсе мечтал прямо перевестись на лечфак. Как-то вот почему-то мне не хватало какой-то вот... Общей хирургии. Да, я в нее прямо влюбился, в сосудистую хирургию, в хирургию реконструктивную. Мне казалось... А мне тогда, помню, один ныне известный лектор, он тогда был, по-моему, то ли интерном, то ли ординатором, не буду называть имен, помню, мне сказал, Дима, ты не сможешь работать за микроскопом в стоматологии. И вообще в стоматологии ты же стоматолог. Я такой, чего? А это было естественно, времена, когда еще не было микроскопов. Я сейчас прям помню, мы стоим на Тимирязевской, и он мне такой, ты не имеешь права работать за микроскопом. Я такой думаю, что ты вообще несешь? Как это? И сейчас посмотри, как... Как я работаю. Ну, как все работают. Мифов заблуждений еще тогда было много, и мне казалось, ну как это так? Я хочу шить сосуды, хочу шить нервы, значит, я должен перевестись на лечфак. Но потом уже было состоявшееся фактом, что к стоматологу после окончания стоматфакультета можно было идти на ЧЛХ. И тогда можно было еще успеть пойти на пластическую, общую пластическую хирургию. А я хотел заниматься головой шеи. То есть я понимал, что если я пойду на лечфак, я все равно буду заниматься головой шеи. Мне неинтересно, правда же, неинтересно. Но я хотел все, что есть на голове шеи, чтобы закрыть дефект, реабилитировать пациента, я мог делать. И я успел получить ординатуру по ЧЛХ. Потом в последний буквально вагон я заскочил с первичной специализации по общей пластической хирургии. То есть я общий пластический хирург. То есть я пару раз в год, но я до сих пор оперирую грудь. Делаю абдоминопластику, чтобы не забыть. Да, я делаю несложные эти операции, просто чтобы не потерять навык. Иногда даже липосакции делаю. Несколько лет назад я еще активно этим занимался намного. Но просто ушел в голову шеи, в челюстно-лицевую патологию, чтобы не разбрасываться. Но иногда ради интереса, потому что у меня сохранился поток тех пациентов, которые меня знают как пластического хирурга. И иногда по сарафану они присылают ко мне своих знакомых, если я вижу, что несложная грудь. Хотя на самом деле проще, как ни странно, соперировать грудь. Например, девушке, которая трех уже откормила, там от груди ничего не осталось. И ты можешь более или менее ничего так собрать, даже практически не прибегая к имплантатам. На самом деле, чем больше объема реконструкции, тем проще. Сложнее дать первичную мамопластику молодой девочке, у которой есть свое представление о красоте. Вот это сложно. Та же самая и ринопластика. Да, очень сложно. Чем сложнее нос в плане, если он там на бок, он разломанный, проще, нежели когда приходит опять же девочка со своими представлениями о красоте. И вот нужно где-то кончик. Нет, я в это не лезу. Но время от времени я общие пластические операции до сих пор выполняю. Просто, чтобы опять же навык не потерять. Потом я после пластики пошел в физиотерапию. Мне многие говорили, нахрена тебе это надо. А я говорю, и вы еще услышите меня. Потому что мне всегда хотелось не только соперировать. Я хотел реабилитировать пациента. Потому что я смотрел после особенно большой реконструктивной хирургии, как мучается пациент. Что нужно им заниматься. Что нужно реабилитировать его. А как? Вот как дать иному специалисту, что он же не знает, что было на операции. Можно реабилитировать так, что все испортит. Соответственно, я посмотрел, как общие просто физиотерапевты, которые не в теме, они в лучшем случае делают НЛОК. Ну, не прямое лазерное облучение, на сонные артерии поставили и все на этом. А простите, если я сейчас сильно забегаю вперед, у пациента артроз, ты заменил ему сустав. По мере того, как у него разрушался сустав, формировался артроз, у него происходила не только деформация и атрофия органа. У него происходила еще атрофия двигательных мотонейронов мозга. Его, по сути, нужно заново научить жевать. Заново научиться пользоваться жевательным органом. Если ты не в теме, если ты не был на операции, ты не знаешь нюансов, то все, пациент обречен на кинезиофобию в лучшем случае. И как у него не открывался рот после операции, так и не открывается. Но это, опять же, забегаю очень сильно далеко. Я хотел заниматься реабилитацией. Да. Ну, а сейчас как обстоят с этим дела? Я беру в свои руки. В свои руки. Но вот так вот таких хороших специалистов, допустим, ты не знаешь, которые в теме, так скажем. Как говорил академик Мудров, я помню, еще в институте нам рассказывали, в МГМСУ, приводили в пример его цитату. Я с ужасом думаю о времени, когда одного пациента будут лечить 20 специалистов. И тут у нас, с одной стороны, есть довод. Ну как, типа вот узкий специалист, он круто разбирается в своей области. Но я хочу привести тебе пример. После манеки, когда я закончил уже ординатуру, я работал там на кафедре старшим лаборантом, совмещал работу штатного специалиста. Потом я ушел работать в Боткинскую больницу. И буквально в одно из моих дежурств к нам в Боткинскую больницу привезли, вот, наверное, ты вспомнишь, был громкий случай трех девушек после неудачной ринопластики. После этого доктор, пластический хирург, получил реальный срок. Реальный срок, потому что, знаешь почему? Потому что он после операции уехал на Сапсане в Питер. Ему звонили, говорили, мол, вернитесь, но он уехал. И, как я знаю, я извиняюсь, может быть, если я кого-то задену и обижу, но как я опять же слышал, что именно это сыграло, скажем, такую злую шутку, что проигнорировал. То есть не вернулся, не проявил какого-то участия. И, к сожалению, живой пример того, что доктор со скамьи подсудимых попал вот прям буквально, это ужасно. Это так не должно быть, у него не было никакого злового умысла, но так случилось. А что произошло в сущности? Была проведена ринопластика, носы потрясающие, с забором реберного хрящевого аутотрансплантата. Сложная операция. Сложная операция, но в самом деле она не такая уж сложная. Ну, не классическая. Знаешь, забирать хрящ реберный, это примерно как синус лифтинг сделать. Техника такая же. Главное не провалиться за мембрану, понимаешь. Техника очень похожая. Но если, опять же, извини меня, и в нашем случае можно заработать такой гнойный гайморит, то там, что пневмоторакс, гемоторакс. И по классике, когда ты заканчиваешь эту операцию, обязательно ты должен попросить анестезиолога раздуть легкие, и просто физраствор полить на рану. Пузыриться, не пузыриться. Если, соответственно, пузыриться, значит, ты попал в торок. После операции, вечером, перед завершением смены, сделать обязательно органы грудной клетки снимок. Посмотреть, нет ли воздуха. Чего-нибудь не было сделано. И как раз после всех вот этих событий, по-моему, я сейчас боюсь ошибиться, кто-то умер, кто-то там чуть ли не инвалидом остался, с триктурами после длительной интубации. Собственно, после этого всех пластических хирургов-то и прижучили. Жестко завинтили гайки. После этого все клиники пластической хирургии должны быть отдельно стоящие здания, обязательно с рентгеном грудной клетки. Ну, то есть, практически невозможно выполнить условия лицензирования под пластику. То есть, оставились только крупные игроки на рынке, типа Уанцета, типа ООО Медицины. Ну, то есть, в сущности, сейчас пластические хирурги, они вынуждены работать на таких гигантов в своей индустрии. Ну, наверное, это и не прям плохо. Наверное. Но, с другой стороны, опять же, представляешь... Усложнилось все, усложнилось. Нужно же понимать, что доктор, который привык срабатывать один гонорар, вынужден в два раза меньше, а то и в три раза меньше срабатывать. Хотя, опять же, если это на благо пациенту, то здорово. Да. Но купить здание, простите, это... Кому это под силу? Да, это только крупные игроки могут себе позволить. Говорят про крупных игроков, это очень интересная мысль вдруг. Она покажется себе интересной. Тут смотрел интересную статью по лентологии. Ты когда-нибудь думал, почему динозавры были такими большими? Слушай, честно говоря, не задумывался. Потому что, когда один вид доминирует над другими, он становится больше. Гигантизм в эволюции. Но, как только меняются условия, как только меняются чуть-чуть внешние условия, все, все гиганты вымирают. Чем ты крупнее, тем тебе сложнее выживать... Выживать. ...в чуть-чуть меняющихся условиях среды. Поэтому, на мой взгляд, вот эта сетевая медицина, гиганты в ней, им на самом-то деле сложнее выживать, чем отдельно взятым специалистам, да, по сути... Чем маленькой частной клинике, да, так скажем. Или бутику, или отдельно взятому известному специалисту. Опять же, в этой пластической хирургии сейчас тоже наблюдается тенденция, что не клиника круто, а отдельно взятый специалист. Это круто. Вот я разговариваю с своими друзьями как раз с того времени, когда я занимался много именно общей пластической хирургии. Да, неплохо. Если ты крутой специалист, ты можешь практически любой процент себе согласовать. Даже у меня есть несколько специалистов, которые чуть ли не на 90% имеют. Но за счет того, что они принимают там, идут пациенты на них, да... Еще к другим врачам, так скажем. Да. Их немного. Это звезды настоящие пластической хирургии. Это единицы, так скажем. Да. Но, опять же, это определяет твой уровень знаний, компетенции. Ну, это даже уже, знаешь, это маркетинг, можно так сказать. Да, безусловно. Безусловно. Я просто в своих специальностях хотел собрать все, чтобы мой пациент... Да, безусловно, например, у меня в клинике есть невролог, который занимается фарматерапией хорионической боли, в которую я бы, может быть, и залез с удовольствием. Ну, я не имею сертификата, да, я не имею права выписывать эти сложные препараты. Надо сказать, что в них тоже нужно разбираться. То есть, я не могу вам дать какой-то гайд. Да. Ты говорил, что у вас подкаст, где люди рекомендуют делиться какие-то ворк-хаками. Да, я вам скажу, антигрустинные транквилизаторы, друзья. Но какие... Но просто таких не получите. Сколько вешать их в граммах, это целое искусство. Вот как у нас, у стоматологов, основной рабочий инструмент – это кресло и наконечник. Да. То там в неврологии, клинической фармакологии это препараты. Это твой рецепт. Конечно. И тоже немаловажно, надо сказать, что хорошего специалиста тоже нужно найти. И тут, конечно, пригождается мне мой навык организатора здравоохранения. Тоже у меня такой спецификат на то есть. Но, во-первых, чтобы быть главным врачом официально, его нужно иметь. Но не только ради этого. Организация здравоохранения тоже очень интересная вещь. Особенно в нашей клинике, где пациенты сложные, сопутствующие патологии. Не только по ВНЧС, но и также порезы, параличи лица, хроническая лицевая боль. Онкопатология, которая требует превенции или реабилитации. Нужно разглядеть специалиста, которому ты можешь доверять, и компетентного специалиста. Не значит, что если врач-невролог, все они одинаково полезны. 100%. Но это, в принципе, как и в любой сфере, на самом деле. А то, ты понимаешь, в нашей специальности тоже иногда бытует такое мнение, представление, что лечебник – это такой волшебник, которого, если что, можно позвать на помощь, он точно разберется. Но мы отправили к эндокринологу. Слушай, по-моему, у стоматологов то же самое. Если родственник приходит, если ты стоматолог, значит, ты врач, ты должен все знать. Конечно. И тебе сразу задают разные вопросы. Естественно. Хотя, тем не менее, да, вот стоматолог сущности – это кто? Тот, кто лечит жевательный орган, да, по славичику, что жевательный орган. Вот и лечи его весь. Ты должен уметь лечить его. Да, безусловно, что и гипотологи тоже разделяются, да, по некоторым заболеваниям, какие-то по инфекционным, какие-то по чисто хирургическим. Но в целом, тем не менее, это все равно врач-гипотолог, он неплохо должен разбираться. Поэтому вот я просто стараюсь интегрировать в наш, по крайней мере, подход и на своих лекциях, на своих курсах именно общемедицинские знания, подходы. Вот ты сказал о связи ВНЧС со всем организмом. Да. Ну, да, это часть организма, безусловно. И если, знаете, я так обычно шучу, можно ли по ЭКГ оценить состояние височно-нижечелюстного сустава, как ты считаешь? Я думаю, наверное, нет. А если ты видишь на ЭКГ инфаркт, то и у ВНЧС дела неплохо, хреново обстоят. Там вообще, наверное, все не очень. Согласись, есть нюансы. Да, да, да. Но часто, да, коллеги притягивают за уши к ВНЧС, пожалуй, все, что только можно, в силу того, что наша специальность, не зря она выведена в отдельный факультет, потому что у нас очень много материаловедения, очень много нормальных навыков. То есть, пожалуй, вот, когда я работал на кафедре в МАНИКИ, когда приходили на ЧИЛХа ребята-лечебники и ребята-стоматологи. И наш как раз заведующий Лапшин Владимир Павлович, он всегда на дежурство ставил и лечебника, и стоматолога. Чтобы, если что, один, типа, там, правильно антибиотики назначит, там, подготовит к операции, там. А другой, если что, зуб может удалить, зашить. Потому что лечебник приходил, он вообще ничего делать не умел руками. Вот вообще, в лучшем случае, там, узловой шов-стоматолог, он умел делать анестезию, умел удалять зубы, умел шить. Удивительно, да? И получался неплохой синергизм. Кстати, да. Соответственно, дежурный врач в те времена счастливый мог позволить себе спать, пока ординаторы... Только один работает, да. Пока ординаторы сидят и, там, пациента лечат, шинируют. Да. Вот. Дим, слушай, ты вот буквально только прилетел с Китая, ты был в Шанхае. Расскажи, пожалуйста, про эту свою поездку поподробнее, что ты там изучил, у кого ты учился, и вообще свои эмоции опиши, как это все прошло. Для меня это была такая знаковая поездка, буквально тряслись руки от волнения, мы ездили, такой микроделегацией, к всемирно известному профессору Яну Чи. Разные специалисты его по-разному называют, потому что трудности перевода. Кто-то называется Ян Чи, кто-то Янг Чи, кто-то Чи Янг, вообще Янг Сы, правильно. Это по-китайски, наверное. Да, 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 поэтому уж как хотите, так и называйте, это лучший в мире хирург по ВНЧС, ну и один из топовых специалистов по голове шеи вообще, то есть не только оперирующий сустав, это его лебединая песня, так скажем. Но я как раз с ним познакомился, по-моему, в 13-м году, когда он приезжал несколько раз в Россию, читал его статьи, смотрел какие-то материалы, которые можно было раздобыть, о лечении в НЧС, концепции в surgery first. Просто часто встречается такой термин, сперва соперировали, а дальше, особенно в ортогнатической хирургии, тоже есть подобный подход. И поскольку я челюстно-лицевой хирург, но со временем я все больше и больше увлекался в НЧС, мы решили тогда интегрировать подход именно его в нашу работу. Ну, выбрали так называемую концепцию, да, GGO, это концепция Яна-Чик, joint, jaw, occlusion, то есть последовательность действий. Сперва оперируем сустав, соответственно, во время операции делаем хирургическую дистракцию, и дальше окклюзия, то есть решаем вопрос. Уже после. То, что стало причиной, ну да, в такой последовательности. Довольно, я считаю, успешно оперировали суставы. Тогда мы пытались, только пытались интегрировать ортроскопическую дископексию. У нас тогда не было возможности, потому что и стойка эндоскопическая дорогая, и его набор тогда эндоскопический, одноразовый. Тогда вот сейчас я не помню, сколько он стоил, потому что нам удавалось тогда это в те годы через квоту пробить. Но сейчас вот мы ездили, мы его закупали, он стоит уже 130 тысяч рублей. То есть одноразовый. Да, одноразовый набор, куда входит, да, аккоблятор и две иглы для подшивания диска эндоскопические. Они, да, одноразовые, это дорого. То есть вообще в целом ортроскопия, да, ВНЧС, это вот, как мне сожилось впечатление все-таки за эти годы, как самолет «Конкорд», который может Атлантику пересечь за два-два с половиной часа. Да, если ты Фил Коллинз, и ты выступаешь на фестивале «Лайф Эйд» в 80-е, и тебе нужно выступить одновременно в Лондоне, а потом в Нью-Йорке, и ты такой, сейчас я сделаю, пацаны. И он... В этот же день. Да, он смог. Это же книга рекордов Гиннеса. Но окей, вот один раз покатался так Фил Коллинз, все остальное это очень дорого, небезопасно. И мы, как я имею в виду, человечество, авиация ушли от «Конкордов», да, то есть мы даже ушли от А-382-этажного гигантского авиалайнера, потому что нам проще загрузить на даже длительные рейсы какой-нибудь там 37-ки максимум, да, чем половина А-380-го будет лететь пустым, потому что мы жжем топливо, все равно какие-то расходники, а расходники, как и в ортроскопии, очень дорогие. Но все равно это производит впечатление. Надо сказать, что медицина в Китае, как они сами говорят, она еще такая постсоветская, чуточку модифицированная. Но в целом, они говорят, мы взяли ее, скопировали с вашей советской. Коммунизм. Ты знаешь, Китай нифига не похож на коммунистическую страну, это кап-страна самая настоящая, но которой правит коммунистическая партия. Если вы, например, был в Индии, в штате Керала, там это мусульманский штат, в котором главенствует коммунистическая партия. И это самый чистый, самый безопасный, самый лучший штат Индии для отдыха. Удивительное сочетание. Ничего себе не знал. Вот такое сочетание Индии, ислама и коммунизма как-то дало для них лучший экономический, самый развитый, самый богатый штат. Ну, как-то так получилось, да. И при этом, да, то есть это штат в целом капиталистический, но при этом управляется коммунистами. Поэтому, если вы мечтали поехать в Китай, чтобы зацепить немножечко коммунистического духа, то вряд ли у вас получится. Скорее рассмотрите в Северную Корею для этого. Учитывая масштаб, объем страны, сколько в ней живет людей, больница, только департментов, head and neck, где все начинается с томатологии, заканчивая... Голошаясь? Да, заканчивая, да, то есть реконструктивной хирургией, основании черепа, нейрохирургии, речевых аппаратов, все, что хотите, 24 этажа. Прям вот вокзал самый настоящий, в хорошем смысле. И все это очень круто на потоке работает. Мне, конечно, было здорово посмотреть, как же профессор работает, как он консультирует. Консультирует, он оперирует, а ребята потом завершают начатое, да, занимаются доведением окклюзии. Тут, конечно, опять же, на вкус... Много оперируют? Очень много. Я тебе, серьезно, я засекал по времени. Каждый день это оперируют? 10-11 минут у него занимает артероскопия одного сустава под местной анестезией. Амбулаторно, то есть чуть ли не в валенках, в тулупе люди заходят в операционную, раздеваются, их укладывают под местной, без седации даже он это сделает. Быстро, четко, вау, все чистенько, ни капли крови. Репозиция диска, смотрит, получилось ли дезоклюзия в жевательном отделе, все. Дальше сплинт и дальше окклюзионная терапия. Но тут с этим, к сожалению, или к счастью, не совсем с тем, что я увидел, я могу, особенно что касается окклюзии, согласиться. Опять же... Да, как есть. То есть ты сказал, что условно из 10 прооперированных пациентов... Потому что в этом не включается беда многих хирургов. К счастью, кстати, стоматологи-хирурги этим не болеют. Но практически все остальные хирурги этим болеют. Соперировать пациента и бросить все. То есть это называется хирургический кайф. Ты его получил, дальше наплевать, что с пациентом будет. Ты сделал все четко. Ты все сделал четко. Все. И я это терпеть не могу. А я такое вижу сплошь и рядом, особенно когда мы занимаемся онкопревенцией и онкореабилитацией потом. Взять, сделать реально сложную, крутую операцию, потом пациента бросить на койку. На, заживай. Ну, заживет, абы как. Понимаешь, мы сейчас живем в то время... Я это разделяю на 4 эпохи. Первая эпоха в хирургии реконструктивной головы-шеи, это когда огромная опухоль. Соперировали и ни хрена себе, живой остался. Да, ходит с дырой на голове, но живой. Но в какие-то годы это было уже вау, ничего себе. Соперировать, что у человека просто вот дыра в голове огромная. А он живой. Следующее, пересадить кусок там откуда-то. Либо АЛТ-лоскут, либо ТДЛ на лицо. И ни хрена себе прижился. Ну, понимаешь меня, да? А то, что он выглядит, как кусок мяса, безжизненный, бесформенный, но уже закрыт дефект. Это следующее очень важное веха. Третье, сделать из этого что-то напоминающее черты лица. Это тоже круто, хотя логично, согласись. Конечно. И мы сейчас живем в эпоху, когда это все должно функционировать. И моя задача в том числе, чтобы это функционировало. Потому что, например, есть огромная проблема реконструкции языка при раке языка, чтобы трансплантат даже при состоятельных анастомозах, артерио-венозах, не атрофировался. Раньше брали АЛТ-лоскут, лоскут с бедра, пересаживали его с таким запасом, чтобы ты понимал, что после операции он изо рта у пациента. Да, потому что он давал жесткую атрофию потом. Вплоть до того, что потом от него ничего не оставалось. А решался, знаешь как? Нужно было взять чувствительный нерв и подшить этот чувствительный нерв к другому чувствительному нерву. Как раз мы с академиком Решетовым такую штуку придумал. Я просто принял участие, хотя считаю, что такое непосредственное в этом исследовании. Все до этого брали и реэнервировали этот лоскут мандибулярисом, нижней лодочкой, нервом. А как его простимулировать потом? Очень сложно. То, что ты сшил нерв, еще не факт, что он прорастет. Нужна реабилитация, импульсные токи, много чего. И мы решили использовать большой ушной, которому мы знаем, где анастомоз, и мы можем начать стимуляцию. И эта стимуляция позволяла остановить атрофию. То есть, чувствительность лоскута не давала лоскуту атрофироваться. И вот это меня так впечатляет. А если еще вернуть двигатель... В принципе, такой трансплантат, он даже температуру чувствует. Да, он не чувствует вкус, но, извините, он практически... Пациент его не прикусывает, он ориентируется в пространстве. То есть, понимаешь, как это круто, когда ты не просто удалил опухоль, человек жив, не просто кусок пересадил, да, и он стал еще похожим на язык. Но ты еще практически полностью вернул человеку функцию. Вот это меня вдохновляет. Меня тоже всегда вдохновляют такие вообще, в принципе, операции ЧЛХ, когда они реально из ничего могут собрать реально... И вот чтобы вот этот вау-эффект сработал, ты должен понимать все на каждом этапе, на каждом процессе подготовки, реабилитации. Вообще это все, что ты делаешь, ты должен думать, что будет потом. Анализировать. И что будет потом. И вот как раз вот говоря про подход surgery first, который я увидел, великолепно выполненная хирургия, но как и у нас, да, когда мы оперировали в ней, были довольно частые осложнения. Ну, то есть рецидивы, которые нас не устраивали. Я лично ехал для того, чтобы отточить какие-то навыки именно хирургии сустава. Мне это было интересно. Где-то увидеть, все же, как заканчивается экклюзионная терапия. Она заканчивается очень просто, да, и я понимаю, почему у такого подхода случаются осложнения. Я ни в коем случае не критикую. Это все равно самый лучший хирург на свете по суставам. Это факт. И топ вообще хирургов по голове шеи. Даже вот академик Решетов, помню, на одном из конгрессов прям открыто сказал, перед тогда еще до ковида приезжали импортные лектора и профессура из Штатов, из Турции, из Австралии. Он тогда при всех сказал, вы лучшие в мире по хирургии сустава. Может быть, это связано еще с тем, что у них большой поток пациентов? Безусловно, да, безусловно, большой поток. Наработка. Чтобы вот этот конкорд летал, да, должны быть люди. Никто, Фил Коллинз может себе позволить купить билет за 10 тысяч долларов. Не все могут себе позволить такой билет. И чтобы он был бесплатным, тем более, а там эти операции бесплатные, у тебя должен быть огромный человекопоток. И, конечно, отчасти где-то, может быть, за счет рецидивов, да, этот человекопоток возобновляется, да. Но и в том смысле, что, конечно, страна гигантская, столько людей живет. Ну и опять же, чтобы была комплексная завершенная реабилитация, нужны же поддерживающие накладки. Там все пытаются на брекетах, потому что, кстати, даже в нашей стране можно получить лечение на брекетах бесплатно. Иногда я, ну, по крайней мере, слышал, что в детском возрасте ортодонти... А, в детском, да, в детском, возможно, да, да, да. Словно там на пластинках что-то такое простое. И, кстати, я недолго, помню, работал в поликлинике Минэкономразвития хирургом-стоматологом, тоже в середине десятых годов. И там было отделение ортодонтии, и я, сколько я знаю, там было очень много бюджетных пациентов. И я так понимаю, что там многие ортодонты работали в бюджет. Да, это нормальные бюджетные деньги из министерства, выделенные на своих пациентов. Ну, это так, да. Сейчас, скорее всего, просто сильно все поменялось. Я к тому, что брекеты, может быть, и делаются там, да, в счет государственный, а в накладке-то, простите, это уже совершенно другая история, которая поддерживает. Мое мнение, что, конечно, любая экструзия вероятнее закончится интрузией, обратной и рецидивом. Но, опять же, черт говорю, я ни в коем случае не критикую профессора, это лучший хирург. Но, скажем так, мы все чем-то вдохновляемся, да. И, собственно, наука медицинская для того и нужна, что ты у кого-то что-то посмотрел, вдохновился этим и пошел дальше, да. Нельзя стоять, и это, кстати, проблема в моей специальности, в моем направлении, если мы говорим про сустав. Какая-то стагнация. Вот все уперлись в книги, да, давным-давно написанные, которые должны вдохновить и заставить идти дальше. Но люди ортодоксально в них верят и игнорируют, что это направление может развиваться. Вот насколько далеко вперед шагнула хирургическая стоматология. Вот, знаешь, когда я начинал учиться, да, и сейчас это просто две разные специальности. Как круто парадонтология интегрировалась в хирургическую стоматологию, что в сущности даже глупо уже разделять, что это все хирургия полустирта. Невозможно быть имплантологом, не будучи немного ортопедом, да, потому что именно с этого момента ты понимаешь, как позиционировать имплантат, и уж тем более без знаний про гнотологию. Просто невозможно. Как она выросла, и как хирургическая стоматология круто интегрирует себя не только технологии, но и знания. И это круто. А вот гнотология, она круто себя впитывает в новые технологии. Я имею в виду направление лечения сустава. Но какие-то базовые вещи, к сожалению, остаются вот какими они были в 80-е годы. Понимаешь? И я все больше читаю, например, курсов для лечфака. Чтобы объяснить лечфаковцу, им же тоже интересна тема лицевой боли, откуда это. Мне достаточно минуты. Вот тут стирается, уменьшается вот здесь, с тянем скелетным вытяжением через сплинт, архимедов рычаг, физиотерапия под контролем МРТ через 3 месяца, если не получилось, внутри суставные инъекции, и крайне редкая операция. Если хроническая боль, то фармтерапия. Потом накладками. Ребята, вот собственно для чего мы собрались. И все, под контролем МРТ. И самое интересное, что лучше всего, вот сейчас я тебе скажу, с наших лекций выносят информацию или молодые ребята, или уже взрослые, состоявшиеся специалисты. Не среднего возраста, которые... Они вот хуже всего впитывают. И больше всего конфронтации, непонимания именно там. Или молодые, или сильно зрелые. Ну это прям вот 55 плюс. Вот. А, прям вот так? Да, именно. И ты знаешь... Потому что он уже прошел эту игру, и ему надо что-то свежее. Или свежее, или он уже прошел методом проб и ошибок. Вот поразительно. А касательно молодых ребят, кто-то скажет, да вы потому что мозги им засираете, вот они такие неокрепшие умы это впитывают. Не поэтому. Я помню, мне мой друг, дизайнер сказал, Дим, Дим, Вот знаешь, почему дизайн... Он, кстати, только сейчас дизайн в России стал прям прикольным. А тогда, нулевые годы, это какая-то хрень была, да? На то время это было красиво. Именно. Кроме как, ну, копипаст, ну, увы. Или делать какой-то, ну, совок, совок, знаешь, неприкольной возможности не было. А он объяснил, знаешь, почему? Да потому что я вот в художественной школе, когда учился, рисовал вазу с фруктами. Потом я пошел в художественное училище, и я рисовал вазу с фруктами. И как ты думаешь, что я делал в университете? Рисовал вазу с фруктами. Поэтому, когда человек в сно, в ортопедии ищет ЦС, потом он в интернатуре ищет ЦС, в ординатуре ищет ЦС, в аспирантуре ищет ЦС, на всяких курсах ищет ЦС. Его просто оперативная память напрочь просто забита. То есть он... Я не то, что говорю о какой-то истине высшей инстанции. Нет. Но просто человек не может принять, что можно без этого. Можно просто создать терпозицию под контролем МРТ, где начерченный Франкфурт от глаза до уха будет твоей сеткой координат, унифицирующий пациента и твой артикулятор или вариатор. И любое движение в суставах артикулятора через сплин будет двигать суставную головку туда, куда нужно себе. и твоя задача просто проконтролировать это положение второй раз через МРТ, а не через две недели. А то я помню, уважаемый мной лектор как-то так по нам прошелся, сказав, ну они вообще конченые, они пациента раз в две недели на МРТ гоняют. Откуда, я еще думаю про себя, ты это взял? Ну откуда? Раз в три месяца, не чаще. И опять же, говоря про МРТ, да, то есть... Да. И хоть мы и пропагандируем то, что врач сам должен смотреть МРТ, анализировать, планировать лечение, то задача МРТ специалиста уложить пациента, создать комфортные условия, чтобы не было страшно. Не шприц, там, жаней или двадцатку в рот вставить, который пациент не может с болезненным суставом держать долго, а на куску обязательно нужно дать, ну, подобрать ее, да. Или, например, врач скажет, возьми такого-то цвета, ну, чтобы пациенту комфортно было, грамотно записать, грамотно настроить, да, обратить внимание, может, какие-то триггеры, какие-то опухоли, нейропластические процессы, все что угодно. Поэтому все это очень взаимосвязано. И, к сожалению, да, вот специалисты, которые уже походили, уже имеют какой-то опыт и недостаточное количество ошибок, осложнений, да, потому что в гонотологии, скажем так, не люблю я это слово... Почему? Ну, потому что каждый врач должен быть гонотологом. Ведь нет уже такого специалиста асептиз-дезинфициз... Ну, ты понял меня, да? Нет такого. Каждый должен владеть асептикой-антисептикой, правильно? Да, да, да. Каждый. Конечно. Да, может быть, есть там самые врачи, которые прям вот строго... занимаются этим, но они и знают побольше, да? Поэтому я еще помню, на первом курсе у нас рассказывали, как от кривой пломбы, цитата, человек с ума сходил. То есть, и, по сути, томатолог-терапевт должен... От завышенной какой-то пломбы где-то. А может быть, наоборот, нужно дать пациенту потерпеть. Ну, тут проблема нашей специальности. Вот если человек придет к сосудистому хирургу, и он ему говорит, так, у вас гангрена, отрезаем поляшку, а мне будет некомфортно, вам будет капец как некомфортно. Почему-то у стоматолога пациент должен встать с ощущением полного комфорта. Ты знаешь, даже современные мастера, стилисты и барберы так себя не ведут. Чего тебе не нравится? Встал и до свидания. Да? То почему-то к стоматологу такое потребительское отношение. Вместо того, чтобы сказать, нет, потерпите, нет, подождите, мы в конце концов вас лечим, может быть неприятно. Потерпите. Вообще слово пациента, слово терпение, да? Да. Нет, пациент должен быть комфортно. Да, есть какой-то вводный уровень, ну, конечно, пациенту не должно быть больно, не должно быть страшно, должно быть какое-то уважительное отношение, но когда, ой, вам комфортно, некомфортно, ну, и к тебе будет такое отношение. Иногда нужно сказать, нет, пожалуйста, потерпите. По себе могу сказать, Знаете, когда мне Серёга наконец-то на... Я вечно путаю стороны на себе. Это 4-7, да? Наконец остановил коронку. Я говорю, Серёжа, завышает. Ну, на себе пока не почувствуешь. На имплантате. Два-три дня потерпи. Нет, мне завышало. Сергей. И так получилось, что на следующий день я не смог. А мне прям мешает. Но потом плавно, постепенно я по себе могу почувствовать. Всё отпускает, но не отпускает. Я говорю, ах, ты ж колдун, а. А он сказал, Дима, всё чётко, отвечаю. Всё так и должно быть. И что на этом? Непривычно было. Конечно, конечно. Пока на себе не почувствуешь это. И даже, казалось бы, я. Ну, давай, убирай, мне мешает. Спиливаю вообще всё. Все бугры эти, они не нужны. А тогда в цвет, конечно, не попал. Но бугры... Это вопрос к технику или к Серёге? Да, он тут выдал мне. А я в этот... У меня дальтонизм, и я в цвет не попадаю. Это его мулечка, когда пациент начинает за красоту, за эстетику. Мы же редко берём, очень редко берём на виниры пациентов, только своих. Потому что, по крайней мере, я могу в случае функциональных каких-то вопросов показать человеку МРТ до после. Если какие-то у пациента жалобы остаются, конструктивно объяснить ему, что это жалобы просто его сферы ощущений и с неврологом, да, то есть методами общей реабилитации помочь пациенту. То, когда речь идёт за красоту, ты же понимаешь, она в глазах смотрящего. И, собственно, поэтому я и ушёл в том числе из общей классической хирургии, которая, в общем-то, в целом завязана на эстетику. Для меня был полный финиш, когда, я помню, одна моя знакомая, доктор Эса, ну, я просто бесплатно, что она приносила, филер я колол, такая, вот, Дим, вот сюда вот укали, я говорю, а что там? Ну, ты не видишь, что ли? Я такой, не вижу, я просто вот как-то вот укали, я говорю, я не вижу, укали, я не вижу. Я уже просто со злости, ладно, я просто вот, да иди ты, да просто вот пол шприца, просто вколол ей куда-то в подкожировую клетчатку, он такой, о, классно, смотри, спасибо, Дим, прям вот, всё, приду там, когда рассосётся. Я такой, нет, всё, хватит. Это хорошо, что я вроде как попал, а если бы я бы не попал, то есть, вот извини меня. Да, ты что-то наделал. Наоборот, я понял из себя, что нет, вопрос эстетических каких-то ситуаций, одно дело, когда у человека эстетика со знаком страшного минуса, да, если мы говорим про реконструктивные какие-то истории, и когда ты можешь из него сделать, ну, нормального человека, ну, а когда начинается вот тут уголочек подточить, и тут мамелоны, перекиматы, а тут прозрачка, зубы грязные, нет, не ко мне. Поэтому... Ну, ты и ортопедией не занимаешься. В таком виде нет. Вот работая с Сергеем Олеговичем Чекуновым, да, великий человек, наблюдая за тем, как он общается с такими сложными пациентами эстетическими, это, конечно, тоже своего рода искусство. Это ему надо учиться. Да, или, например, как вот, слушая на конгрессах, там, Саша Бабуров тоже, он рассказывает об этом, кто-то может сказать, что это несерьёзно, да, где же там монологи там на три часа о функции, ну, простите, это тоже своего рода, это когнитивная функция пациента. Принятие его, да, то есть, своей нормальной внешности, донести до пациента, что вам виниры не помогут замуж выйти, если вы человек говно. То есть, им нужно выстроить эти границы, что у вас зубы будут клёвые, вообще не вопрос, с самым лучшим техником сделанные. Но вопрос с запросом, каким вы ко мне пришли. Давай, слушай, поговорим про концепцию BMGO. Вообще расскажи, когда это придумали, вы придумали, не вы, и как вы это разрабатывали, Сергей? BMGO, Brain Muscle Joint Occlusion, мы её разрабатывали в эпоху, когда ещё мир был открыт, и мы как-то мечтали интегрироваться на международной сцене. Я боялся сказать слово «рынок», спасибо, что сказал слово «сцена», подсказал. Это квинтэссенция того, что я в своё время подчеркнул ещё в начале нулевых от Яна Чи, о котором мы будем часто поговорить, как я вошёл в эту среду как хирург, занимающийся суставом и его реабилитацией, а Сергей как ортопед, он привнёс в неё подход тоже очень крутого итальянского мэтра «Пьеро Сильвестрини Бивати». Конкретно он оттуда взял подход к анделярной дистракции. То есть когда мы начинаем лечение, то есть из плинта, выстраивая параметры, отталкиваясь от МРТ, просто мы эту тему развили сильнее, анализ МРТ. Сергей тогда, он же вообще наполовину итальянец, он знает прекрасный итальянский язык, и была возможность у него пообщаться с этими метрами итальяноязычными, в том числе в Мантуе, с Малинарией, это очень крутое семейство МРТ-специалистов, как правильно проводить МРТ, ВНЧС, оценивать. И вот тогда как раз у нас родилась идея немножко переработать знания, которые мы впитали у Сильвестрини Яначи. И, собственно, BMGO – это такой реверанс уважения Янучи. То есть его GGO – это BMGO. Я не считаю, что мы взяли и модифицировали. Это громко сказано. Я не хочу, чтобы опять же кто-то подумал, что его концепция какая-то там недоделанная. Нет. Мы просто что-то в одно соединили. Да, да. И если раньше мы, например, до работы Сергея оперировали, наверное, 90% наших пациентов, а тем 10% говорили, ну, походите еще пока, ну, можете там сплинт попробовать, абы какой, но вы все равно придете к хирургии. То за годы мы стали оперировать даже не на 80% меньше. Мы там одного из 20 стали оперировать. То есть… Да, то есть туда стали попадать пациенты уже с анкилозом и пациенты, у которых за время реабилитации, это даже пациенты с деформирующим артрозом, выражен там 3-4 степени, у которых сохранялся органический болевой синдром и у которых мы не наблюдали роста псевдодиска. Хотя, конечно, мы продолжаем делать небольшие открытые репозиции, нивелировки, то есть сохранение органа с репозиции, с дископексией и последующей реабилитации, потому что не так страшен, наверное, просто гонотолог, как страшен хирург-гонотолог, который соперирует и скажет, иди, а что потом? Всегда нужно задаваться вопросом, а что потом? И в целом я как раз на лекциях коллегам пытаюсь донести эту мысль. Хорошо, вот вы берете заведомо сложного пациента, не простым подвывихом диска с репозицией, а реально сложного пациента с деформирующим артрозом, где откройте любой учебник, написано, что это показание практически абсолютное к хирургии, что вы будете делать, если не получится одним сплентом. Я вот как провожу параллели с травматологией ортопедической, простой перелом руки или ноги, гипс наложили, 6 недель походили, сняли и забыли. Ну, есть же переломы, которые требуют операции. Да. Вот, идя на лечение такого пациента, что будет, а ведь скорее всего так и будет, если не поможет, вы не вылечите одним сплентом деформирующий артроз, который десятилетиями прогрессировал, за 3 месяца ничего не произойдет. Спайком наплевать в суставе, что на ваш сплент вы скорее зубы вколотите, чем получите хорошую МРТ-картину. То есть нужно подключать физиолечение, инъекции и быть готовым соперировать. То есть мы хотели с Сергеем создать, вот хоть мы скромно называем это методикой, но все-таки концепцию или даже школу, которая решает все проблемы в НЧС на всех стадиях заболевания. И вот как раз это, о чем я начал, вспоминая великого Казанчана, его подход сосудистый – это подготовка, операция всех сосудистых патологий. Позвоночные артерии, ишемическая болезнь сердца, грудная аорта, неважно. Вот школа. Мы берем, оперируем любые сосуды. При этом там было отделение стентирования эндоваскулярного. Неважно. То есть ты можешь обратиться к команде Казанчана, Казанчана, с любым сосудом, неважно, неважно, хоть синдром Катакаясу, неважно. Все, мы, он говорит, решаем любую сосудистую проблему. Также у него был бариатрический хирург, насколько я помню, да, то есть человек приходил с ожирением. Я помню, он такой старый закалки, доктор, я помню, был на обходе дядька толстый, с огромным животом, с анавризмой аорты, и Перча Ганасич говорит, что вы едите? Что вы едите? А он невысокого роста был, такой поджарый, с кубиками пресса, я помню, когда переодевались, такой спортивный, там 70 лет было, а он был прям в отличной форме. Что вы, говорит, едите? Я говорю, понимать, вот посюда, говорит, вас будет, вот посюда, похудеть на 40 килограмм. А мужик такой, да, как это я, как это, что он на меня, я же добрый толстяк, что вы на меня съелись-то? И подход, как? Пожалуйста, диета не помогает, значит, бариатрическая хирургия, значит, бандажи, значит, баллоны в желудок, готовим пациента. Понимаешь, даже это, у него прям книги были по тактике. Затем хирургия, опять же, он смотрел коронарографию, или, неважно, любое исследование сосудов, он там, это, пожалуйста, Саще, это значит, нужно идти на эндоваскулярную хирургию, ставить стенды. Он говорит, это, говорит, я сооперирую. И очень важный момент, который я подчеркнул тоже у него, это я сейчас говорю о том, что это школа, решение и реабилитация потом, реабилитация функциональная, физическая, вот нога у человека болела два года, она уже пока не побелела, начала чернеть, ну, человек не шёл, уже боль хроническая. То есть, вы сооперировали, а нога не двигается нормально, болит, надо реабилитировать. Были неврологи, которые помогали, болевой синдром, было ЛФК, понимаешь, полного цикла, как говорят в промышленности. Вот я хотел то же самое в суставе создать, что вот какой бы пациент ни пришёл... Вот и до. Вот и до, да. Вот и до, к сожалению, чего я не наблюдаю вот у других, да, подходов, что всё упирается, я обычно говорю, хорошо, а вот невправляемый вывих, да, то есть, деформирующий артроз крови, что вы будете делать? Да, при всём уважении, там, да, к мэтрам, но тем не менее. Мы поэтому стараемся брать всех и всё. То же самое касается порезов, параличей, мимической мускулатуры, мы с Катенькой Орловой занимаемся этим в ФМБА, в отделении, на базе отделения Давида Назаряна, вот. Я там научный сотрудник, поэтому я, мой непосредственный начальник, профессор Караян Ротинусуренович, тоже великий человек, я счастлив, что имею с ним возможность иногда выпить кофе, пообщаться, впитать эти знания. Давид Назаревич, ну, занимается реконструктивной хирургией, но мы занимаемся вот на базе его отделения, но мы под подчинение у Караяна именно лицевым нервам, но тоже полного цикла. От простой, там, глубокого пореза до полной реконструкции мускулесом-грацелесом. То есть, я просто хотел создать то, что человек, неважно, с чем бы он ни пришёл, он уйдёт здоровым. Мы поможем. Чтобы было обязательно решение. Да, и я пациентам говорю, мы вас не бросим. Вот неважно, с чем вы пришли, не получилось сплинт-физио, добавим инъекции, например, если мы говорим про сустав, не получилось это, соперируем, значит, будет малая хирургия. И зареабилитируем потом, чтобы не было рецидива. То же самое с лицевым нервом, то же самое с лицевой болью, то же самое с онкореабилитацией и онкопревенцией. Вот то, что мы делаем. А то, что я подчеркнул, перчак у казначана профессора, это как он готовил своих диагностов. Я тоже помню история, это к вопросу, почему, например, наш МРТ-специалист, я считаю, наисильнейший, один из самых лучших в стране, если даже не в мире. Потому что он ходит с нами на операции. Мы заставляем его ходить. Он не боится, потому что многие диагностики бьют крови, они же поэтому-то и пошли в диагностику многие. Он этого не боится, он раньше в гинекологии учился, в хирургической, потом просто не захотел работать с людьми, ушел туда, и он ходит с нами на операции. И это я увидел у великого казначана. Когда, я помню, он пошел на тромбоктомию, а там важный момент размер тромба. Я сейчас уже не помню, до определенных размеров ты можешь спокойно идти, не ставя кава-фильтр. А если он большой, то ты его вытянешь, у тебя кусок отвалится, и все. И нет пациента. Его тоже УЗИ, тоже Саша звали. И зовут. Написал заключение, предположим, 5 сантиметров тромб. Значит, Перчаганесич сделал разрез, доступ, и понимаешь, там нифига не 5. Не 5. Да, и он такой, позовите мне Сашу. Саша стоял часа 3, наверное, на крючках, мытый. И говорит, Саша, вот посмотри, говорит. Вот что ты мне... Какие тут 5 там? Тут все 13 сантиметров. Ты что? Ну, и операцию не закончишь, потому что это 100% будет тромбоэмболия. А нужно было кава-фильтр ставить. И все. И закончил. Он заставлял своих УЗИ-стов ходить с ним на операции. Вот. И один из моих вот учителей в жизни, да. Он бабушку мою оперировал, Перчаганесич. У него было аневризма, аорты, там, 15 сантиметров буквально, да. И он ее соперировал, потому что у него была очень тяж... А к вопросу. У нее была очень тяжелая сопутствующая астма. Она диабетик. Очень много... Энцефалопатия была. Прекрасно все. У него никакой деменции нет. Но вот, тем не менее. 15 сантиметров аневризма. Он ее соперировал. Жива до сих пор уже там. В 17 лет прошло. Понимаешь, я к вопросу. Это благодаря тому, что это была школа. А не просто сейчас соперирую, а будь что будет. Никогда никого пациентов просто на койку не бросали. Вот это школа. Вот это концепция. Это подход. Понимаешь? Вот это я называю школой. Я хотел создать вот что-то, что решает... Проблемы головы, шеи, челюстно-лицевой патологии на всех... То есть, условно, не просто сделать сплинт там и отпустить, да? Ну, это не решение. Это поможет только пациенту в самом начале заболевания. Понимаешь? Вот и все. Я обычно тоже, понимаешь, нас многие так... Кто-то недолюбливает Сергея. Ну, потому что мы не стесняемся порой... Выражаетесь? Да, выражаемся. Ну, потому что, когда на конгрессе показывают... Вот заключение МРТ-специалиста. Вот мы полечили по аксиографу. А о том, что все получилось, мы сделали вывод, спросив у пациента, ну что, не болит? Говорю, подождите. Это примерно то же самое, как если, например, лечить каналы. Пришел человек с пульпитом. Мы почитали заключение прицельного снимка. Полечили по апекс-локатору, а потом спросили, ну что, не болит? Ну, конечно, не болит. Вы же пульпу вырвали. А киста-то цветет. Да, ты можешь быть крутым специалистом и на ощупь даже нащупать это апекс, как врачи старой школы. Но ты же должен себя проконтролировать. Вот тут то же самое. То, что перестало болеть еще, это еще не значит, что ты вправил диск на место. А где контроль положения? И все. И когда я это спрашиваю, нас Сергеем на конгрессы не зовут. Ну, или когда откровенно ты начал тему связи сустава с другими системами и органами. Я говорю, ну, слушайте, доказательная медицина относительно той же осанки или пастуры, но она не то, чтобы не находит биологической прямой или механической связи. Она ее даже опровергает. Останки это вообще, даже по сути дела настроение, это просто привычка. Любой нормальный травматолог-ортопед скажет, я сейчас делаю эфиры, серию со смежными специалистами, с неврологом, нейроортопедом, с лор-врачом будет скоро эфир про дыхание, где я немножечко расставляю все на свои места. Потому что я с этого уже начал. Стоматологи очень круто копаются в мануальном навыке, в материаловедении. Да, это наше все. Но остается очень много пробелов, которые либо мы заполним общей медициной, физиологией, травматологией ортопедической, которой мы насыщаемся Сергеем в BMGO, или придут колдуны, остеопаты, хиропрактики, манувальщики, которые сами придумывают диагнозы и их же лечат. Увы. И стоматологу просто некогда. Там эта новая технология получилась, ее бы освоить. Тут так, и ты думаешь, что ты пациенту делаешь благо. Много еще информации, понимаешь. И вот я рад тому, что как раз моя работа с лечебниками, они много сейчас приходят на учебу, я их бесплатно, они мне все учатся, просто мне по кайфу с ними общаться, обмениваться знаниями. Есть такая наикрутейшая платформа, если не сочтешь за рекламу, я бы рекомендовал, называется PhysioSapiens, легко запомнить. PhysioSapiens, друзья, это комьюнити наикрутейших, просто топовых реабилитологов, ЛФКшников, неврологов, где ДОКМЕД – это суперважнейший инструмент. Знаешь, почему? Понимаешь, все, что ты бы не сделал в стоматологии, оно прямо здесь и сейчас простоит какое-то время. Все же косяки через 5 лет всплывают. Ну конечно, все сразу не всплывало. Поэтому пока мы с Сергеем не увидели реколы свыше 5 лет, мы не читали тему сустава, мы читали съемное протезирование на имплантатах. И только когда мы увидели реколы 5 лет, МРТ, до, во время, после, только тогда мы начали читать по суставу. Так вот парадокс заключается в том, что в серьезной реабилитации, если у нашей специальности только косяки через 5 лет, у них результаты только через 5 лет. Понимаешь, у тебя ребенок с ДЦП или человек спецспинальной травмы тяжелейший или инсульт. Реабилитация займет года. И вот ты делаешь… И нет четкого срока. Нет четкого срока. И ты должен четко на старте знать то, чем ты будешь работать, что поможет пациенту, когда ты будешь пожимать результаты. Представляешь, ты человека мучил, а может быть и вредил ему целых 5 лет. И поэтому для них док-мет – это не просто красивые слова, мета-анализ, когортное исследование. Я вот всех призываю, да, анализировать информацию подобным образом. И когда ты в этой тусовке произносишь такие слова, как остеопатия, там, краниосакральные, там, ритмы, синхондрозы и прочее дерьмо, они просто ржут. Вот, ну, это прям крутейшие специалисты, для которых важно. Ты понимаешь, в чем смысл? Они результаты видят только через 5 лет свою работу. Не потому, что они плохие, но потому, что нервная ткань и мышцы… К сожалению, быстро не восстанавливаются. Да, понимаешь. И я всем советую, ну, вот, подходить к этому вопросу. Ребят, пользуйтесь, интересуйтесь. Пожалуйста. Я только за прикольные сайты, где можно изучать что-то. Скажи, пожалуйста, с каким, в основном, диагнозом к тебе приходят пациенты? У нас основной диагноз – это все, что вокруг сустава, да, или к нам… У нас еще практика реферативная, то есть, когда врач не справился, да, к нам направляют… Ну, не справился что, допустим? Там, отправляет тебе, там, врач говорит, что там, суставные боли. Какие факторы, вот, основные, за которые, там, ты берешься? То есть, что должно быть у пациента, чтобы ты взялся за него? Да нет, взяться-то мы можем, в общем-то, за любого пациента. Просто другое дело, что у нас как, вот мы проехали, обучили врачей, кто-то впитал БНЖО по полной, кто всегда мечтал заниматься суставом, кому это понравилось, да, кто может и не только сплин сделать, но и какую-то физиотерапию он освоил. Мало, конечно, кто освоил инъекционную медицину, но тем не менее, то есть, он может… Инъекционную что-то имеешь в виду? Ну, внутрисуставные инъекции. Там это… Мы используем плазму, плазму крови, да, собственную плазму, плазмотерапия. Работает. В суставах, но, опять же, исходя из литературы, открытых источников, да, это неплохо. Опять же, есть… Ты знаешь, я вот недавно был на конгрессе в институте Вредена, это НИЦ, федеральный центр, где, собственно, рассматривались различные долгосрочные эффекты от разных методов инъекционной терапии. И как раз плазмотерапия попала в жёлтую, так сказать, называемую… Жёлтая пресса? Нет, в перечень тех, в общем, методов, которые имеют сравнительную эффективность. То есть… Всё-таки это доказано, что это работает. Это работает. Это, опять же, работает в совокупности. Сколько было исследований, когда эта инъекционная терапия используется как монотерапия? Ну, просто колем сустав и смотрим, а то, что окклюзия его разбила, вопрос, а что с ней было? Это, как, знаешь, тезис о том, что пересаженный сустав, ну, в смысле, реконструированный сустав служит там 5-10 лет. А вопрос, а была какая-то окклюзионная реабилитация после? Не была. Понимаешь? Поэтому вот мы это подчеркнули тоже у Пьера Сильвестрине, который плазмотерапию использовал в совокупности, с экклюзионной терапией. И там это очень хорошо работает. То есть всё это просто в совокупности. Нужно понимать, да, в исследовании, какие были взяты пациенты. То есть нужно вот как раз уметь читать, ну, эту литературу. Я сейчас тебе не говорю про плазмотерапию в дёсна. Нет, это не то. Хотя, по-моему, в коленном суставе были очень много исследований, я говорю, о плазмотерапии, где это прям работает. Только про коленный сустав. Просто для меня, по крайней мере, это и моих пациентов, это недорого. Это безопасно абсолютно. По крайней мере, это какая-то... Стоит ничего. Есть какая-то логика. Но, опять же, статьи по док-меду я находил. Опять же, у Сильвестрине, потому что он вместе с ней проводил и окклюзионную реабилитацию. А не просто колол в сустав что-то там. Ботокс, дипроспан или гетероморфный гетерогенный гетерогель. Была такая диссертация. Применение гетероморфно-гетерогенного гетерогенля. Я думал, в разных диссертациях много было очень интересных. Да, что только этот сустав несчастно не кололи. Вот как понять пациенту, что ему надо обратиться по поводу сустава? Ну, опять же, я с этого начал. Нам почаще направляют все-таки другие врачи. Или это врач, который вот он, к нему обратился. Ну, что, допустим, боль. Я не люблю перечислять, опять же, такие банальные вещи, как боль, щелчки, хрус. Потому что они могут быть, а может и не быть. Как правило, это пациент... Щелчок может быть, но это может быть и не проблема. Правильно? Я обычно так говорю. Пациенты с различными типами вывиха и дегенерации в суставе. Опять же, ко мне может прийти пациент, у которого легкий синовид, а он уже на стену лезет. Может прийти пациент с лицевой болью, жалобами в области сустава. А там по МРТ все спокойно. И нужно искать источник боли в другом месте. А может прийти пациент практически с анкелозом. Ничего не беспокоило. Просто пришел к стоматологу, а тут что-то у вас рот не открывается. Да у меня так всю жизнь. И мы делаем МРТ, а там сустава-то, в общем-то, нет. Поэтому, понимаешь, сложно ответить на этот вопрос с чем? С любой патологией, которая смущает или пациента. Ну, чаще всего, наверное, это боль. Щелчки, хрусты, кривое, открывание рта. Хотя, опять же, мы с Сергеем не ориентируемся на это, потому что суставные траектории могут быть у человека разными за счет того, что человек не симметричен в принципе. Суставы тоже. Конечно, и головки, и ямки в том числе. Степень открывания рта, как для многих золотой стандарт оценки. Опять же, тоже такая, знаешь, средняя температура по больнице. Главное, да, наличие интеркапсулярной патологии. Ну, или лицевой боли, с которой врач не может справиться. Опять же, вот как раз на днях будет уже у нас прямой эфир. На тему лицевой боли, всегда ли лечение прикуса облегчает ее, и всегда ли лечение прикуса, то есть окклюзий, показано при различных типах лицевой боли. Я не хочу, чтобы это выглядело как реклама, да, своей там клиники или концепции, но суть заключается в том, что если врач не может справиться в рамках тех навыков и скиллов, которым обучили его, или теми навыками и скиллами, которые он владеет, там, из других концепций, то, пожалуйста, как правило, это, как правило, пациенты с риском оказаться на хирургическом столе. Потому что я считаю, что все-таки в большинстве своем несложного пациента может вылечить, ну, любой специалист. То есть любой подвывих или даже вывих с репозицией, небольшой дезоклюзией, разобщением, вряд ли ты сделаешь сильно хуже, если только ты не будешь просто вслепую антаризовать. Все-таки я, хоть и Сергей, мы не используем аксиографию в своей работе, у нас только МРТ. Только МРТ, да? Только МРТ, да. Потому что, вот, скажем, можно там долго говорить о том, что мы там сделали, не сделали в нашей специальности, но именно расчет и перенос данных из МРТ, статья есть в ВАКе, опубликованная в журнале в ВАКовском, в Вестник рентгенологии, пожалуйста, как расчерчивать и как переносить данные, а она в свободном доступе, как этим можно воспользоваться. Но, тем не менее, да, все-таки я считаю, что без аксиографии, без дентографии, кондилографии невозможно было бы то, что мы делаем мы, да, просто мы пошли... Не то, чтобы там не хочу никого убедить там дальше, просто у нас там свой путь, мы делаем так. И у нас есть МРТ до, во время, после мы можем показать, что это работает провести контроль положения диска. Наблюдаете через сколько-то лет? У нас все пациенты на диспансерном наблюдении до 5 лет. Мы говорим, раз в полгода вы делаете МРТ, иначе мы сами не работаем. Но если ты помнишь, вот перед началом эфира я Сергею давал ЦУ, там пациентка у нас была такая, права качала, скажем, но учитывая, что я должен отвечать за нее, да, еще ближайшие 5 лет, если человек не готов лечиться, я говорю, ну, значит, вы не созрели, простите, пожалуйста, да, нам либо с вами придется подружиться, и мы с вами работаем. Потому что я не могу отвечать за вас, а вы там на середине пути по какой-то там, ну, причине легкого дискомфорта, потому что у вас серьезная болезнь так-то, которая может потребовать вмешательства на основании черепа. Дадите заднюю. Нет. Мы друг с другом заинтересованы, и как говорил покойный Марсель Зачкевич Миргазизов, да, в сложной патологии в НЧС, на 80% все зависит от пациента, от его веры и дисциплины. А вера и дисциплина зависят от понимания пациента, что с ним. И когда ты показываешь, опять же, МРТ, показал, где головка, где ямка, вот он, диск должен быть вот там, и мы сейчас вниз потянем, да, а сплин будет иметь толщину-толщину, чтобы он вернулся на место, чтобы компенсировать этот дефицит и предотвратить импиджмент-синдром. Опять же, кстати, интересная вещь, которую я пытаюсь интегрировать в нашу среду, это импиджмент-синдром. А то говорят, вот окклюзия, и вот разбитый сустав. А какой патогенет, какой механизм приводит к вывиху в той или иной степени? Импиджмент-синдром. То есть, как в плечевом суставе, когда суставная головка бьется об акромиальную отросток, и связка разрушается. Собственно, как и в нашей истории, идет стираемость зубов по физиологическим или отриогенным причинам, неважно, суставная головка компрессирует суставную ямку и начинает просто столкновение суставной головки о ямку, и разбиваются медиальные, латеральные, дискальные связки. И поэтому мы видим, например, вентральную дислокацию полную при целых ретродискальных связках. То есть, опять же, вот он, импиджмент-синдром, синдром столкновения суставной головки в НЧС. Почему об этом не говорят? А я хочу вот немножечко это из общей травматологии ортопедической, интегрировать стоматологию, чтобы было лучше понимание, что же происходит, и почему же сплинт должен быть бугристым, что он должен шинировать. Вот хорошо, шина, сплинт. Что шинирует тогда сплинт? Я скажу, в моем понимании, да, это, как Сергей называет, эксцентрическая латератрузия. То есть, перетирание пищи. Когда человек сжал зубы и начинает ее перетирать. Я скажу более глубоко. Импиджмент-синдром. Собственно, как шина, она показана при нем, при плечевом или проблеме тазобедренного сустава. Вот что она шинирует. Соответственно, мы так категорично против плоских сплинтов, и каких бы то ни было еще. Потому что что они шинируют? Ничего они не шинируют. Они дают, наоборот, большую свободу действий. Ну, это опять же... Да, они, по сути, дают... Тогда что же они шинируют? Давайте разбираться. Люди, которые придумывали все эти названия и термины, они не дураки были. Понимаешь? И не просто так. Вот есть капа, а есть сплинт. Это два разных аппарата. Ну, опять же, это тонкости, понимаешь? И если мы говорим про сустав, то я хочу, чтобы донести, это когда коллега не справляется, мы можем помочь. И важный момент, мы были бы не реферативной практикой, если пациент от нас бы не возвращался к доктору. Мы обговариваем как... С врачом. С врачом. Да. И лучше всего, когда пациент приходит с доктором. Во-первых, мы всегда... Это самый лучший способ научиться, глубоко выникнуть. Да, там, мы даже, когда человек так приходит... Это супер. Он может посмотреть, как мы работаем, что-то в себя впитать. Присутствовать. Да. Мы оговариваем, да, на каком этапе мы заканчиваем. Но только мы должны убедиться, там, сказать, условно, там, Таня, Валера, ты точно понял, какими должны быть реставрации? Ты точно понял, какие коронки должны быть? Ну, да, а то мы сейчас сделаем, а потом все просто... Потому что, к сожалению, так бывало. Я помню, вот мы с Максимом Копыловым обсуждали, у него раньше было много реферативных пациентов. Но он говорит, сейчас я все меньше их беру, потому что ты сделал крутую работу, а врач направишь, и потом все запорол. Поэтому мы должны четко убедиться, если мы не уверены, мы говорим... Тут еще, знаешь, какой важный момент из-за неперевью, что и техник тоже должен быть в теме. Вот у нас, например, техника нет. У нас техник только приходит, вот когда нужно керамику нанести, и это оператор фрезера. У нас все ортопеды, Сергей, Илья, Майя, они у них у каждого комп, и они все моделируют сами. Сами? Сами. Сами моделируют зубы? Да. Ну, понимаешь, если мы берем ответственность... А, вы делаете в основном, то есть без нанесения, получается, да? Ну, смотри, у нас, еще раз говорю, пациенты все, как правило, мы заканчиваем накладками на жевательные зубы. А, все, я понял. И если есть небольшая протрузия и необходимость засвести, у нас подключается ортодонт. Дальше, как чаще всего, именно на этом мы передаем пациента ортопеду. Или мы передаем на этапе, сперва, временные накладки, да, ну, бугристые, отдаем ортодонту своему, или тому ортодонту, который направил, он занимается эстетикой, приводит все контакты, и дальше мы временные накладки из ППМА меняем на цирконовые, все. Или, например, к нам отправляет, ну, специалист, венерист, да, который потом уже с готовыми накладками получает от нас пациента на эстетическую реабилитацию. Нужен на постоянную, то есть он уже имеет четкое понимание, как все должно быть. Все, ему только нужно... Копипаст, условно, просто посимпатично. Нам, еще раз говорю, важно, ну, мы же, человек, это же не кусок мяса, да, мы же не артель художественная, да, где мы вот восторгаемся художниками нидерландского возрождения, а ты понимаешь, что эту картину рисовало 15 человек. Этот руки, этот небо, этот дерево, этот зверей, только потому, что, ну, это позволяло ускорить процесс, это не конвейер, в конце концов. И поэтому ты порой смотришь на них и думаешь, блин, красиво, конечно, но что-то них не хватает. Да. И мы должны быть в этом уверены. Также к нам пластические хирурги, неврологи, нейрохирурги направляют с лицевым нервом, когда они провели операцию, вечный спор, это как у нас, с уступом или без, так и у пластических хирургов пересекать связку Макгрегора или нет. И, а там, как обычно, все заканчивается, да. И вот нам направляют таких пациентов, да, с порезными параличами мимической мускулатуры. У тебя прям очень обширно прям, я вот слышу. Ну, это голова-шея, это челюстно-лицевая патология. Есть на Западе такая, на непожатном ныне Западе, специальность челюстно-лицевая патология, которая с тебя включает. Сопр, порезы параличи мимической мускулатуры, сустав, лицевую боль, противоположные, анестезии. Кстати, часто коллеги путают. Там у пациента парастезия. Давай разберемся, он не чувствует или он чувствует мурашки? Нет, у него анестезия до сих пор. А мурашки, если он чувствует, это хорошо. Нет, если он что-то чувствует, это вообще отлично. Вот как раз мурашки – это парастезия. И ко мне обычно хирурги отправляют, когда по неосторожности. А то есть же такое мнение, что надо просто подождать, нейромультивид пропить, и все само сопротивление пройдет. Стандарт такой. А если не пройдет, друзья, а если не пройдет, то что делать дальше? Ну, а как вот при ортогнатике? Ой, людоедская операция, ох, людоедская. Ну, главное – не ждать. Да, не ждать. У тебя терапевтическое окно полгода. Хотя, опять же, вот мы с Катей Орловой, я считаю, один из лучших реконструктивных и пластических хирургов, мне посчастливилось с ней работать. Мы к ней пришли к такому выводу, что вот эти условные значения терапевтических окон в два года, то есть у нас с ней самый старый паралич, который мы вылечили, мы опубликовали это, 12 лет было. У меня самый старый пациент с парастезией, с анестезией, который был, это 9 лет. Потому что чувствительный нерв, он практически всегда восстанавливается. Это не двигательный нерв, который нужно замороченно там реабилитировать. Просто за то время, пока нет чувствительности, пока прорастают нервные волокна, пока сходит костный отек и контрактура, атрофируются нейроны в мозге. Твоя задача заставить через сопряженные интернейроны вспомнить эту зону иннервации. Как это было. Как это было. Или, например, тоже эта фишка заставить прорастить чувствительные нейроны, если мы говорим про менталис от щечной и с противоположной стороны веточки при помощи импульсных токов. Там много фишек. Ну и онкореабилитация. Чаще всего это коллеги отправляют нас с большими новообразованиями. Или когда эти новообразования неудачно полечили. Эндонатически или хирургически. Было всякое в практике. Самый вопиющий кейс. Я его часто на лекциях показываю. Который закончился аденокистозным раком. Резекцией с челюстью. Благо там язык сохранили пациенту. Тархею, пищевод. Все начиналось с эндодонсии, аденатии и порта. Просто была не сделана биопсия. Не проведена. Хотя я опять же всем, друзья, говорю. Коль вы берете за большое новообразование. Но вы же получаете содержимое из опухоли. Из канала или из порта. Возьмите пином бумажным. Приложите к предметному стеклу. Отправьте в CMD, в инвитро, в гемтез. За 200 рублей вам сделают. И вы уже, по крайней мере, заподозрите. Адентогенный это 100% процесс. Или все-таки наиопластический. Ну, не подставляйте себя. А уж ортопеды или ортодонты. Ортодонты в большей степени. Потому что если ортопед может заниматься включенными дефектами. То ортодонт, что бы он ни делал. Это всегда тотальная организация окклюзии. Ну, сделайте вы МРТ. Ну, сделайте. Так получилось. Вот нет худа без добра в нашей стране. Где закупали аппараты МРТ. Отмывали бабки. И никто не умеет ими работать. Не, 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 умеют. Дело в другом. Благодаря тому, что их так много накупили. Они в каждом доме есть. И поэтому стоят копейки исследования. Да, в этом плане. Мы помню ездили на конгресс. Где выступал Джеффри Окессон. Обожаю его читать. Вы знаете, не каждый врач, крутой специалист, хороший литератор. Некогда их читать просто невозможно. Просто невыносимо. Скучно. Повторение. Или самолюбование. То Окессона читать реально круто и интересно. Вот. Очень советую вам. Очень хороший. Или перевод, может быть, у него такой удачный подобрался. Но его реально интересно читать. Умнейший специалист. Но я вот помню, мы приехали. Я хотел немножечко так вот докопаться. А контроль положения диска. Он говорит, в кулуарах поговорим. В кулуарах мы поговорили. Он спрашивает, а вы что, МРТ делаете? Я говорю, ну да, делаем. Он спрашивает, а сколько стоит у вас МРТ? Я говорю, ну, блин, шокер. Некоторые даже, говорю, по ОМС умудряются делать. Ну, где-то долларов 50, ну, 100. Он говорит, а у нас 7,5 тысячи долларов стоит. Шок. И поэтому, к сожалению, на Западе пытались найти какие-то решения. Там аксиографы, кандилографы, дентографы всевозможные. Чтобы, ну, тебе нужно заглянуть в сустав. Он хоть как-то. А УЗИ, хоть мы и делаем всем пациентам еще УЗИ сустава. Я могу об этом долго рассказывать. Я думаю, что у нас просто уже... У нас уже... На метраж выйдет. Все равно мы это делаем. Но, к сожалению, той четкости картины... Просто я это делаю скорее для того, чтобы, если придет беременный или в брекетах, когда невозможно сделать МРТ. И чтобы, например, все-таки, когда человек открывает рот, у него не всегда диск раз за разом то вывихнутый, то вправленный. Понимаешь? Пока человек лежит в аппарате МРТ, он у кого-то да вправится. А у кого-то через раз, понимаешь, откроется. Я могу проконтролировать это здесь и сейчас. Перепроверить. Да. Но не так, чтобы супер точно делать какие-то замеры. Хотя они конгруентны. МРТ и УЗИ. Поэтому, если хотите заморочиться, купите старый аппарат УЗИ. Он стоит 40 тысяч рублей. У нас японский, 2000 какого-то года. Или даже ищет того раньше. Все показывает, что нужно. Да, все показывает, что нужно. Ну вот. Поэтому я просто всегда хотел заниматься челюстно-лицевой патологией. Дима, круто. Ну и лицевая боль, да, всевозможная. Вот как раз один из ваших, ну как это, интервьюируемых резидентов, наверное. Дантовый подкаст. Да, да, да. Одного из самых... Из наших гостей. Да, гостей. Да, простите. Вот присылал нам девочку с уже такой, не просто дентофобией, а уже состоявшейся кинезиофобией. То есть, она боялась просто... У нее было ограничение открывания рта из-за кинезиофобии. Да. И просто док не мог завершить довольно сложный кейс. Но не мог завершить, потому что человек просто сформировался страх. Хотя у нее были сопутствующие на то проблемы. И как ни странно, мы, казалось бы, ну где мы, а где эта проблема? Мы назначили терапию, и все, лечение закончили совершенно спокойно. А вопрос, да можно отправить, наверное, к любому другому неврологу-психиатру. Нет. Там просто загасит пациента без знания. Потому что я до сих пор с нашим неврологом, мы сидим и совместно. Потому что там очень много вопросов возникают. Это очень важно, совместно работать. Да просто, понимаете, еще проблема в чем? И это же круц с одной стороны и минус нашей специальности. Если вы думаете, что вы просто отправите к неврологу, то до сих пор меня наш невролог Николай Викторович спрашивает. Так, подождите, накладки, виниры, коронки, что-то там. Это все одно и то же, да? То есть очень много же организма, в котором человек приходит, пациент и говорит, вот у меня накладки, а у меня коронки, а у меня тут, а у меня это. И опять же, человек может называть сплинтом или капой совершенно разные вещи. И моя задача, как специалист, сказать, например, Коль, нет, вот тут, да, есть органический компонент, тут мы будем заниматься, создай нам терапевтическое окно. Потому что, как правило, мы сперва начинаем заниматься суставом, потом только физиотерапией, никак иначе. Логика такая, что будет, если ты, как хирург, ты меня поймешь, ты начнешь делать физиотерапию пациенту с серозным переоститом. Вот такая дура. Легче станет после процедуры, но человек тебя переберет вот с такой дурой на следующий день. Потому что физиотерапия, она не запускает процессы, она ускоряет их. Ускоряет, да. Усиливает их. Соответственно, если у тебя сустав разбитый, но тебе нужно рот открыть, не надо это делать физиотерапией. Рот откроется, но потом закроется еще сильнее. Нужно думать, что ты делаешь. Чаще, конечно, мы начинаем терапию, начинаем лечить пациента экклюзионно, физиотерапевтически. И только потом подключается у нас невролог, если мы не видим за месяц ремиссии, если у человека не проходит болевой синдром, если мы видим, что у пациента состоялась центральная сенситизация боли, только тогда он у нас и начинает. Но иногда бывает начинает до. Чтобы создать терапевтическое окно. Иначе наверняка у вас были такие с пациентами, вы начинаете лечение сплинты или токи, если вы ими работаете, человеку становится хуже. Хотя вы понимаете, как ему становится хуже. Дело не в том, что вы что-то можете делать неправильно. Скорее всего, у пациента уже центральная сенситизация. И то, о чём мне говорят в нашей среде тоже, это ноцепластический болевой синдром. Не миофасциальный, который вы все знаете, а ноцепластический. Любое раздражение, любое касание, дуновение ветра, температура, вибрация у человека усиливает болевую реакцию. И дело тут не в колдунах-остеопатах, которые дают временный эндорфиновый эффект. Тут нужен серьёзный фарм-подход. И иногда невролог начинает. Как мы делаем анестезию для того, чтобы пациент подпустил нас к больному органу. И важно объяснить пациенту тоже, вот здесь и сейчас, что вы не кайфанёте с этого, что мы вовремя назначим, вовремя отменим эти препараты. То есть, это очень много всего нужно знать, понимаешь, чтобы работать на стыке этих специальностей. Между пластической хирургией, реконструктивной хирургией, физиотерапией, неврологией, суставом, всё-всё-всё, понимаешь. Поэтому, ребят, отправляйте лучше сложных пациентов к профессионалам, и вы будете уверены. Не надо отправлять, ещё раз подчёркиваю. Лучше прийти вместе, если есть возможность на то. Потому что, бывает, пациенты отправляют из другого города. Должна быть командная игра. Вопрос, хорошо, ну, извиняюсь. Ведь дети же пациенты, как раз я помню, с Лёшей Фроловым эту тему говорил, а некоторые сталкивают пациентов. Даже вот вроде как врач направил пациента, казалось бы, лояльного к нам, а пациент начинает выводить на конфликт. А может быть, он врач плохой, понимаешь. Как-нибудь, и ты что-нибудь случайно скажешь. Ну, всякое бывает, да, и ты стараешься. Неосторожно, что-нибудь. Неосторожно, да. И бывают пациенты такие, и объедливые тоже, извините меня. Человек может быть психологом, только злым, который, особенно когда у тебя уже какая-то консультация, операция за день, ты уже что-нибудь скажешь. Ну, да, тут что-то вот тут. И ты понимаешь, блин. Зачем я это сказал? Ну, не потому что ты... Ну, да, не специально. Очень сложно быть политкой. Очень сложно быть. Хотя, опять же, к нам вряд ли можно придраться, но тем не менее. Когда врач, ну, здесь и сейчас может поприсутствовать, да, тем более это сложный пациент. Понимаешь, если пациент, если врач присылает нам пациента, это сложный пациент, ради которого даже можно, например, вот мы, чтобы ты понимал, к Яну Чи не с пустыми руками ехали. Мы взяли пациентку. А, даже так. Да, и надо сказать, я откровенно говорю, это, ну, наверное, наше было осложнение. То есть, мы сперва пациента пролечили окклюзионно, не добились ремиссии. Это вот наша очень хорошая пациентка, Наташенька, ну, мы прям, ну, знаешь, эти пациенты, с которыми ты дружишь и хочешь всего самого лучшего. Была ремиссия, потом нам пришлось все-таки соперировать ее, потому что, ну, мы не добились желаемого эффекта. Мы сделали открытую репозицию, нивелировку с новоголовки. Прошло три года. Все было круто, супер на накладках, вау. А потом началась остеомоляция, то есть, начался артроз. Начались опять боли, ремиссия. Закончилась, и мы такие, блин, ну, вот, да, что у нас не бывает осложнений? У всех они было. Это самое яркое, наверное, осложнение с самым долгим. Опять же, три года после операции была абсолютная ремиссия. И мы просто с Наташей, нашей пациенткой, общались. Вот говорили, что вот есть такой профессор, как бы, да. Вот тут у нее были все показания для артропластики, для замены сустава. Вот, и она сказала, она может себе позволить. То есть, девушка состоятельная. Она говорит, а я хочу вот к нему на замену сустава. Вы, говорит, не обидитесь, да мы будем рады. Ну, то есть, понимаешь, это даже, наверное, предложили, по-моему, все-таки мы. Понимаешь, иногда нужно руку поменять. Ну, понимаешь, все-таки все равно в медицине есть что-то, вот, вот, что-то, что мы не можем все равно до сих пор измерить. Какая-то энергия, что ли, да. То есть, ты понимаешь, иногда вот входит ко мне пациент, и я чувствую, что-то не заладится вот общение. Ты чувствуешь, вот, и, может быть, дело было в нас, да, что-то, может, мы там не учли. То есть, нужно иногда поменять руку. И мы решили, что вот самого лучшего хирурга мы тебе найдем, поедем вместе. Круто. Я ей буду сейчас вот заниматься, реабилитировать ее. Вот. Тем более интересно посмотреть, во-первых, операцию. То есть, ну, тем более, что, ну, благо, когда пациент может себе позволить. И она понимала все риски. То есть, мы говорили, что да, там, Наташа, ну, ситуация такая, что вот очень хрупкий сустав, попытаемся. Ну, тем не менее. Ну, все прошло отлично. Накладки, все здорово, ничего не скололось. У нее вся окклюзия цела. Ну, вот, прошло три года, да, после операции артреохирургии. Ну, это живой организм. Да, Тони, вот это, наверное, за почти как 10 лет от всех этих работ, это, наверное, самая наша большая вот только суть, прям неудача. Потому что мы очень избирательны к пациентам и берем только те, которые готовы работать. Готовы нормально, радикально санироваться, если нужно. Готовы работать с нами, понимают все риски. Потому что, в целом, когда ты создал накладки и окклюзионную схему, которая удерживает сустав, ну, все. То есть, потеря только зуба может привести к рецидиву. Ну, и бывают такие каизуистические случаи. Ну, как и любое исключение из правил, он только подтверждает правила. Все может быть. Дим, спасибо тебе за такой подкаст. Мне кажется, получилось очень интересно. И напоследок может дать какие-нибудь наставления, напутствие молодым врачам, какие-то советы. Чтобы добиться успеха в своем деле, нужно выбрать что-то одно. Или делать то, что умеют делать другие, но лучше всех. Или делать то, что другие делать не умеют. С одной стороны, в первом варианте куча доступной информации, но большая конкуренция. В другом случае, никакой конкуренции, ну, информации нет. Мы выбрали второй вариант. И, наверное, не зацикливаться в рамках одной специальности. Вот если меня спросишь, кого я считаю реально крутыми врачами в нашей специальности, ну, не будем ударяться в мэтров, типа, там, покойных, там, Казанчана, Никитина, да, там, Яна Чи, ну, в рамках специальности, да, то я бы, наверное, помимо, там, Сергея Гетта, своего друга близкого, да, назвал бы Сергея Чекунова, Гееви Зурабыча, Арджоникидзе я бы таковым назвал. Что общего между этими специалистами? Я бы многих назвал, да. Это врачи ни одной специальности. То есть, это врачи, которые реально стоматологи. Вот, которые могут практически, ну, любую манипуляцию, не только, скажем, вот, лучшие манипуляции, но вот в целом вылечить жевательный орган. Вот это я считаю круто. И тут, на самом деле, недостаточно читать только одну специальность, да, изучать литературу. Нужно изучать стоматологию всю, да и не только одну стоматологию, изучать в целом медицину. Я помню, вот, когда у меня мой близкий друг Валя Титаренко уехал в Германию, он хотел стать сосудистым хирургом. Я помню, Валя, ну что, ты стал сосудистым хирургом? Говорит, нет, Дим, нас тут учат быть врачами сперва. Все это потом. Вот стать врачом, а уже потом стоматологом. А для этого надо не только хорошо литературу профессиональную уметь читать, разбираться в ней, впитывать как можно больше знаний, но и впитывать в себя много всякой культурной информации, музыки, кино, литературу. Быть разносторонним, да. Конечно, уметь переключаться. Я считаю, что мое, наверное, главное достижение в профессиональной жизни, то, что все, чем я занимаюсь, да, там, медицина, наука, благотворительность, политика, это все в одном направлении на самом деле. То есть вот есть выражение, да, рука руку моет, что когда я устаю от одной врачебной специальности, я переключаюсь на другую. Когда устаю от медицины в целом, чтобы не выгореть, я переключаюсь на благотворительность. На благотворительности на политику, там, с политики все равно приходится быть чуть-чуть и бизнесменом, решать какие-то производственные вопросы. И когда я устаю от них, я соскучиваюсь по медицине. Создать, да, что-то. И мы как раз с Ромой это обсуждали, по-моему, спорт, я знаю, ты там увлекаешься тоже, да, велосипедным спортом. Это круто, я это, как это, не осуждаю. Ну и не принимаю, да. Ну, если это помогает вам реально помогать оставаться там в хорошей форме, в тонусе, чтобы быть хорошим специалистом, потому что вы в первую очередь, да, врачи, а уже потом вейксерферы и велосипедисты, потому что у каждого в школе были ребята, хорошие футболисты, все были хорошими футболистами, велосипедистами, теннисистами, но кто-то стал юристом, врачом, инженером, а кто-то как был футболистом, ну, в плохом смысле, да, так и остался им, понимаешь? Вот, поэтому не тратить время, сконцентрироваться, да, и чтобы сконцентрироваться, а нельзя, то есть, если ты будешь только вот в каналах ковыряться, ты с ума сойдешь, да, но найти что-то еще... Что тебя отвлекает. Но при этом, занимаясь этим, это поможет тебе в той специальности, как я помню, например, один из тоже моих учителей, покойный, Михаил Николаевич Косяков, великий человек, вот он, помню, за 4 минуты на рожную сонную артерию перевязал, какие он только операции космопластические делал, а он любил заниматься резьбой по дереву, понимаешь меня, да, то есть, бормашинкой вырезал каких-то там зверюшек, там, фигурки, и это оттачивало, то есть, это ему было в кайф, это было и творчество, очень прикольные вещи он из дерева вырезал, но это поддерживало его мануальный навык. Понимаете, казалось бы, резьба по дереву и хирургия, вот я о чем, вот я желаю вам найти что-то, что будет дополнять, не будет отвлекать вас, а уж тем более, если мы говорим про литературу, искусство, как находить человеком общий язык, как достучаться до его сердца, до его мозгов, найти нужные слова. Вы не сможете просто читая при всем уважении, там, Славичка или Доусона, обязательно нужно это читать, но читайте Германогеса, Макеавелли, например. Много чего интересного. Много чего, да, можно изучить для того, чтобы, как это сказал один деятель, завоевывать и не терять человеческие сердца. Я думаю, ну это прям красивые финальные слова. Дим, спасибо тебе большое. Ребят, ну вот такой вот выпуск получился, так что обязательно ждем ваши лайки, комментарии и всем спасибо и пока-пока. Смотрим туда и прощаемся. Всем все хорошо. Все, спасибо.